Гулрыбшский район один из крупнейших районов Абхазии. Как он развивается? Что изменится в районе с запуском аэропорта и других вопросах? Подробно поговорим с Бесланом Цвинария, заместителем главы Гулрыбшского района. Он у нас в студии. Беслан Константинович, рады вас видеть в нашей студии. Добрый день. Итак, наверное, начнем с такого важного, главного, волнующего всех. Про запуск аэропорта поговорим, потому что там уже идут работы. Как вы воспринимаете вообще это событие? Ну, безусловно, это событие, мне кажется, масштаба не только Гуллибского района, а всей Абхазии. Поэтому с большой надеждой и в том числе и оптимизмом смотрим на то, что у нас работы уже сегодня по факту приведутся. Снесены фактически все старые разрушенные строения. Вопрос проектирования новых и получения разрешения на стадии разработки находится. Уже вопросы обсуждали утилизации строительного мусора, как это производить, где производить, договорено. Поэтому каждую неделю штаб в аэропорту собирается, координационный штаб, и на нем устанавливаются конкретные сроки по поручениям и отчеты об их исполнении. То есть работа идет очень интенсивно в этом направлении. Беслан Константинович, вы как экономист, как бывший депутат, который экономическими вопросами занимался в том числе. Для вас, как вы думаете, для экономики района? Какое это имеет значение? Как это может изменить ситуацию? Я выше об этом тоже сказал. Это не только для экономики района Гульрибшского. Это для экономики вообще Абхазии имеет очень существенное значение. Фактически функционирование аэропорта, это появляется в Абхазии шанс стать такой страной, интересной с точки зрения логистики в том числе. Я думаю, под эти проекты в дальнейшем еще будут подвязываться и другие очень серьезные, скорее всего, инфраструктурные. И в привязке, возможно, это побудит к ускорению вопросов строительства и морского грузового порта, который задекларирован о том, что это будет происходить. Но пока, к сожалению, никаких движений в этом плане не происходит. То есть аэропорт может запустить другие серьезные инфраструктурные проекты? Может, да, стимулировать, да. К теме аэропорта вернемся. Я думаю, отдельно еще успеем поговорить. А вот о сельском хозяйстве, ведь Гулрибшский район традиционно был сельскохозяйственным районом, а сейчас весна как раз пора, когда крестьяне готовятся, готовят земли. Сейчас вот идет подготовка к весенним полевым работам. Мы в прошлом году обработали за счет средств бюджета местного, нашего бюджета, 86 гектаров земель для инвалидов нашей войны. Мы таким малоимущим семьям оказывали помощь. В этом году идет уточнение, сейчас данный момент этих списков. Даже не до уточнения, так скажем, они увеличиваются. Мы предполагаем в этом году обработать около 100 гектаров для такой категории людей. Вот так, конечно, было обработано около 800 гектаров. В прошлом году, в этом году, наверное, до 1000 гектаров мы все же обработаем земельных участков. Помимо этого, нами направлены Министерство сельского хозяйства около 35, прошу прощения, проектов, где будут приниматься решения об оказании помощи непосредственно участникам этого сельского хозяйства, насуществляющим какие-то производства, работы, выращивания растений. Это по госпрограмме, по которой около 150 миллионов выделяется, вот в рамках этой программы. В прошлом году было одобрено из 25 поданных заявок от Гулиребского района 18. Вот часть из них не успела попасть под рассмотрение, тоже имеет свои сроки. В этом году еще решения не было принято, но вероятно, что те, которые еще с прошлого года остались, они будут сейчас рассмотрены и, возможно, одобрены для финансирования в этом году. Вы сказали, что поддержите малоимущие семьи, спахать землю, но какой объем денег на это требуется? Это из собственных доходов бюджета будет сделано? В прошлом году на эти мероприятия было направлено 419 тысяч рублей из местного бюджета. В этом году вероятно, что это будет сумма больше, с учетом удорожания и топлива, и объема как бы обрабатываемых земель. Сложно мне сказать, какая сумма, но... Увеличена будет. Да, будет увеличена. Вот в соседнем Ачимчирском районе есть такая серьезная проблема, когда из-за пожаров люди теряют целое хозяйство. Как у вас с этим обстоит дело? Нет таких проблем? Конечно, это большая беда и проблема для людей. Но, к счастью, это миновало Гулилипский район. В прошлом году к нам приезжал министр по чрезвычайным ситуациям. С учетом очень жаркого лета он предлагал кое-какие мероприятия провести, чтобы исключить возможности пожаров и так далее. Я думаю, что проведенные работы в прошлом году позволили тогда сохранить. И, видимо, сейчас в какой-то степени это тоже дает соответствующий результат. Потому что у нас таких проблем, к счастью, нет. И, надеюсь, что не будет. Но чаще всего причиной таких пожаров является человеческий фактор. Вот тут, наверное, какая-то работа... Ну, приходится главам администрации, да, да, встречаться с людьми. Да, 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 да. Если говорить о деловой активности в районе, вот помимо сельского хозяйства, была информация о том, что в районе запускается производство бутилированной воды. Что это за проект? Насколько он серьезный? И какие надежды с ним вы связываете? Это достаточно серьезный проект. Он сейчас находится на стадии строительства. В принципе, завершение первого этапа строительства. И, видимо, в этом году его уже будут запускать. Ну, это и дополнительные рабочие места, понятно. Это производство, прежде всего, что не может нас не радовать. К сожалению, в нашей стране за период современной, так скажем, истории Абхазии мы немножко растеряли индустриальный сектор, который у нас присутствовал. И вот любой шаг, который ведет к оздоровлению, к обновлению этого сектора, нас не может радовать. Поэтому мы так с надеждой смотрим и оказываем всяческое содействие. Если какие-то у них возникают вопросы, для того, чтобы они могли более успешно решить те вопросы. А для района, что это означает для района, допустим? Это рабочие места, какие налоги... Во-первых, это новое предприятие, которое становится налогоплательщиком у нас. Во-вторых, это рабочие места, куда придут наши люди работать. И каждый в свою семью, поработав, принесет какие-то доходы, которые позволят так благополучно в этой семье существовать. Поэтому и отношение, соответственно, у нас такое к этому. Но у вас был и другой производитель? Он есть. Кодор? Да, он и есть. Он сегодня работает. То есть такая тоже конкуренция в районе здоровой? Я думаю, конечно, конкуренция в определенной степени будет присутствовать. Но с учетом потребностей, особенно в летний период, вода не залеживается. Ее покупают очень. И сейчас в домашних хозяйствах, ну, как бы мы тоже жители страны... Стали покупать воду. Да, 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 этой водой, пользоваться этой водой, приготовление пищи, да и как для питья применяют. Поэтому, я думаю... Хотя уже давно санитарный врач говорит, нельзя пить воду из-под крана, а все-таки надо бутилированную. Некоторые прислушиваются к этому мнению, и поэтому они переходят на уже более... Спрос на воду вырос. Да, да, спрос на воду. А в какие проекты чаще всего инвестируют бизнес? Может быть, какие-то идеи сейчас новые вот-вот рождаются? Сегодня, конечно, информация о том, что будет аэропорт запускаться, он послужил таким детонатором для туристического бизнеса. И в этом смысле, конечно, такое внимание и интерес к району стал как бы немаленьким, потому что прибрежная территория района 18 километров. Вот, и если посмотреть, вот те объекты, которые уже сегодня строятся и проектируются, там, начиная от 300 миллионов, скажем, смертной стоимости до 2-3 миллиардов рублей есть объекты. Вот, ну, это, естественно, нас очень радует. Это опять-таки наши налогоплательщики, это рабочие места и имидж тоже в определенной степени района, привлекательности бы вот с точки зрения даже туризма. Сельским хозяйством немного посложнее. Ну, это мое убеждение для того, чтобы сельское хозяйство было успешным и обязательно необходимо параллельно с ним развивать и промышленность. Вот, в помощь сельскому хозяйству. Есть, вот, я поднимал документы, обращение, мы дали разрешение на строительство предприятия по переработке сельхозпродукции. Вот, ну, если это воплотится в жизнь, это будет, я думаю, таким интересным подспорьем, там по переработке цитрусов предприятие должно быть. И вот тогда по аналогии с этим, я думаю, как пример это послужит, знаете, будут присматриваться, если созданы условия благоприятные, предприятие заработало, стало прибыльным достаточно, работает в комфортных условиях, оно же станет и примером для других, кто последовать может, пойти по этому пути. Ну, учитывая тенденции, вот, какие у вас надежды на конец года, да, учитывая, что вот такое активное строительство, туристический, можно сказать, бум в районе, стройка грандиозная, аэропорт запускается? Ну, в этом году навряд ли на, Алла, ведь это ни одного дня строительства. Вот проекты некоторые с 2024 года по 2030 года же запланированы, ну, там и территорий достаточно немало, и там вот один объект 18 гектаров распланировать, его построить, это не одно здание надо построить, оно займет время. Ну, соответствующие финансовые ресурсы тоже будут востребованы. И уже на стадии строительства, я думаю, в определенной степени бюджет тоже какие-то поступления получит, ну, что там будет привлечена рабочая сила получать зарплату, от которой будут отчислять налоги, подоходный налог в наш бюджет. Поэтому в этом смысле вот нацеленность вообще руководства администрации, вот всяческое оказание содействий бизнес-сообществу для создания им таких комфортных, благоприятных условий, приятных для них, вот чтобы они работали у нас с удовольствием и не сожалели о том, что они именно в нашем районе решили разместить свой бизнес. Беслан Константинович, еще один такой серьезный вопрос. Хотелось бы поговорить о мусорном полигоне в селе Акацик, от которой должны запустить его открытие, запуск несколько раз переносился. И вот по последней информации уже вот в ближайшее время это должно произойти. Какая у вас информация? Ну, он в прошлом году уже практически был готов к эксплуатации. Единственное, чего там не хватало, это отсутствие очистных сооружений. Вот, к сентябрю месяцу была у нас уже информация о том, что их заказали, оплатили их стоимость, и вот сейчас в данный момент идет их монтаж. Без очистных сооружений мы, например, категорически против того, чтобы этот полигон запустили, потому что... Ну, сам проект смысл потеряет. Да, он расположен, помимо того, он расположен такой в бассейне реки Кодор, насыщенный большим объемом воды, и для нас очень важно исключение проникновения в почву, в воду, тем более в воду, ну, нежелательных как бы... Загрязнения. Да, да, да. Поэтому вот мы внимание очень пристально этим очистным сооружениям придаем. Их сегодня, вот их сегодня монтируют. Вообще, я предполагал, когда начал работать, что речь идет о перерабатывающем заводе. Вот, впоследствии, я уже когда изучил документы, я понял, что это не совсем так. Речь идет только о полигоне, в котором будет предусмотрена сортировка мусора. Ну, сортируется обычно, ну, до 15-20% мусора, остальное все будет... Ну, наша съемочная группа тоже этой темой занималась, и мы были на полигоне, и тоже разговаривали с людьми, которые там работают. Ну, сокращается объем мусора, который будут зарывать в любом случае. Ну, в какой-то степени, да. Да. Ну, значит, этот полигон предусматривает обслуживание города и нашего района. Поэтому во всех этих переговорах, обсуждениях принимал участие и мэр города Сухум. Вот, и так понимание адекватное с его стороны очень... Вот, он сам говорил о том, что обязательно надо нам задумываться над тем, чтобы приобрести дробильное оборудование, и многие вопросы, как бы, они уже более эффективны. То есть, в каком смысле эффективнее? Объем мусора, который будет уделивизироваться, он... Ну, пластик, который в процессе сортировки, например. Не только пластик, строительный мусор, например, бетон, если его переработать, его на вторичное сырье можно использовать, а не зарывать. И если его зарывать в том виде, в котором он привозит, то есть это первоначальный котлован, который... Быстро заполнен. Сегодня, да, он заполнен. Если планируется пять лет заполнять, то заполнят за два года. А вот при таком варианте он может продлиться, протянуть время до семи-восьми лет. Поэтому эти вопросы тоже на повестке сегодня стоят. Ну, будем надеяться, что будет иметь разрешение тоже со временем. А для вашего района вот именно проблема утилизации мусора, насколько она актуальна? Вот в селах тоже как... Это проблема актуальна во всей Абхазии. Я думаю, что строительство такого полигона только у нас в районе, ну, не решит вопросу проблем вообще в Абхазии. Поэтому в каждом, мне кажется, в каждом районе, если вот такой иметь полигон, то тогда, конечно, мусора было бы меньше по стране. Сейчас же вывозится ваш мусор, а теперь он будет, как бы, не надо вам вывозить и тратить тоже на... У нас в районе есть своя, как бы, так, грубо говоря, свалка, куда свозится наш бытовой мусор. Вот. Ну, там жильцы, живущие вокруг этого полигона, сел, жители сел, они, ну, немного ревностны. И мы их понимаем, и в этом смысле их поддерживаем. Очень не хотели бы, чтобы его превратили в такую свалку, куда будет свозиться большая куча мусора, не перерабатывая, просто вываливаться, и для экологии не очень хорошо. Наверняка там не совсем приятно будет, неприятный запах распространяться на села. Поэтому и они тоже на пульсе руку держат вместе с нами. А где сфера ответственности вот именно местных властей? Вот кто будет обслуживать полигон? Полигон? Ну, история это, как бы, нам наследство, доставшееся с новому руководству района. Вот. И по предварительной информации это будет передано городу. Город будет обслуживать. Столица? Столица, да. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения, договориться, чтобы это было и району тоже интересно. Беслан Константинович, если о планах говорить на этот год, перед администрацией, какие задачи? Ну, на вас. Всегда эта задача была, есть, и она будет. Это создание нормальных условий для проживания людей. У нас в районе, сейчас не хочу соврать, но более 50 рек точно, больших и маленьких. И последнее время климатические какие-то изменения происходят таким образом, что маленькие речушки в повадковый период становятся такими опасными. Вот. И вот у нас усилия, вот сейчас данный момент, глава администрации, собрали мы всевозможные заключения от экологии, от геологов, от МЧС. И вот у нас есть сегодня реки, мосты, в том числе оползневые участки, которым необходимо сегодня уделить внимание, чтобы они завтра не принесли большой ущерб. Вот таких объектов всем передано в администрацию президента. Глава администрации с президентом разговаривал, получил полное понимание и поддержку. И есть надежда, что мы эти вопросы поэтапно, по мере, так скажем, взвешивания, наихучно выбирать. Да, да. Будем в первоочередном плане исходить из самых опасных и в последующем тихо-тихо все эти вопросы снять. Но река Кодор, да, об этом все знают, что там постоянно ведутся работы. Да, Кодор. Люди, которые там живут, страдали много лет. Я сам тоже лично выезжал туда посмотреть, какие работы там проводят. Я вам скажу, благодаря проведенным тогда антиповательным мероприятиям, когда было затопление Гагры, Гагрского района, там катастрофа произошла. У нас вообще не затопило ни одного села. Ни у нас, ни в Ачимчирском районе. Это только стало возможно благодаря вот этим работам, которые были проведены. Они были серьезные очень, эти работы. Мало того, у нас в районе провели тогда очистку русел рек маленьких. Вот, это тоже спасло от затопления нашего населения. Сегодня стоит проблема у нас поселка Каштаг. Там уже не река, а ливневой коллектор. Он сегодня не справляется с тем объемом воды, который попадает в него. И он практически после каждого дождя начинает затапливать наших граждан. Безусловно, там их вина тоже присутствует. Но сейчас уповать на их вину и ничего не делать, наверное, неправильно. Поэтому мы это впервые в очередном порядке тоже подготовили соответствующие документы, пригласили Абхазберегозащиту в компанию с тем, чтобы они разработали проект прокладки нового коллектора, который позволил бы исключить эти вопросы. Будем надеяться, что это тоже притворится в жизни. Вы вспомнили Гагарский район, но когда вот эта трагедия там произошла, происходит периодически наводнение. Эксперты, да, люди, которые понимают, говорят о том, что активная застройка именно берегов рек и вообще строительство активное. Это одна из главных причин, почему вот так вот вдруг реки начинают себя вести. Вот Каштаг это тоже такой туристический центр вашего района. То есть идет застройка, бетонируют все и в воде просто некуда уходить. Ну, это потому, я сказал, и часть вины тоже есть. На гражданах. Тех, кто там проживает. Кто-то решил себе добавить земельный участок, сократил объем ливневой канализации. Потом их затапливает, они требуют возмещения, государство должно выделять. То, что он себе забрал, потом вода эта у него же и отберет. Поэтому здесь их тоже, конечно, вина есть. И когда было вот такое, нас затопило во время наводнения только Каштаг. И это ливневка только затопила, ни река никакая. Вот. И вот глава администрации в таких больших сапогах все обходил. Он говорит, начиная, говорит, от стиральной машины, газовых баллонов, что только я там не увидел, говорит, вода принесла. А это откуда появилось? Сами же туда и сбросили. С другой стороны, смотрите, люди строят, их никто не обязывает, там, не знаю, сносить эти постройки. А потом происходит наводнение, государство должно им как-то хоть какую-то помощь оказать, компенсировать, пусть и частично. Мы оказали тогда помощь через фонд премьер-министра. Вот. Но в 11-7 мы тогда оказали помощь вот у тех, у кого подтопило дома и их имущество домашнее. Там просто невозможно было не помочь людям. Но сегодня мы понимаем, ну, можно раз, два, три, десять раз оказать помощь, но этих людей самих жалко, потому что, знаете, никакая помощь не поможет, когда ты сидишь как на пароховой бочке, не знаешь, тебя затопит или нет. И это имущество, которое они приведут в порядок, потом оно опять портится. Поэтому здесь надо решать более радикальный вопрос. Здесь надо решать между стремлением, да, заработать и безопасностью, да, для самих себя вот какой-то выработать все-таки. Я, ну, как бы опять-таки это, я свой год всего проработал, вот, и тоже точно так же, как и глава это, вот, как бы мы в наследство это получили, тоже эту ситуацию. Вот, естественно, мы это транслируем, они это понимают. Вот тогда, когда они это делали, они не предполагали наверняка, я не знаю, как стало возможно не учитывать эти моменты, ну, вот сегодня ведет, как бы, вот наказание за неправильные действия когда-то. Ну, и канализационная система этой всей нагрузки не выдерживает, и все коммуникации... Канализация, это совсем другая история, канализационная система. Туристический бум, тут и, конечно, много серьезных вот именно проблем, которые еще, я думаю, впереди мы увидим. Потому что это не только про деньги, не только про прибыль, но и про серьезные проблемы. Беслан Константинович, благодарю, что были с нами в студии. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии был Беслан Свинария, замглавы Гуллорыбшского района. Мы говорили о том, как развивается Гуллорыбшский район, сельское хозяйство и о запуске аэропорта поговорили. Главный четверг. Главы городов и районов республики.